Беседа 20 Матфея 6.16.232 Та же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. При этих словах прилично нам тяжко восстянать и горько восплакать. Мы не только подражаем лицемерам, но и превзошли их. Я знаю многих, которые не только, когда постятся, обнаружат это перед людьми, но и совсем не постясь, принимают на себя лица постящихся и в извинении представляют нечто худшее самого греха. Я делаю это, говорят они, для того, чтобы мне не соблазнить других. Но что ты говоришь? Поститься тебе повелевает закон Божий, а ты ссылаешься на соблазн. И уже ли думаешь, что исполняя этот закон, ты соблазняешь, а нарушая его не делаешь соблазна? Что может быть хуже такого извинения? Ты хочешь быть хуже лицемеров, вдвойне лицемеришь и вымышляешь крайнее нечестие. Уже ли не приводит тебя в стыд выразительность изречения спасителева? Он не сказал, что они только лицемерят, но желая сильнее их облегчить, сказал, ибо принимает мрачный вид, то есть портит, искажает лица. Если же и для суетной славы казаться бледным, значит портит лицо. То что сказать о белилах и румянах, которыми женщины портят лица свои, на пагубу сладострастным юношам? В первом случае делают вред только себе самим, а в последнем и себе, и тем, которые смотрят на них. Бегите той и другой язвы с возможным усилием. Спаситель заповедал нам не только не выставлять на вид добрых дел своих, но и тщательно укрывать их. Как он и сам еще прежде наставления поступил. Касательно милости не просто, сказал он, не творите милости не ваши предлюдями, но присоокупил, чтобы не быть видимыми им. О постежии молитве этого не сказал. Почему? Потому что подавать милости совершенно тайно невозможно. О молитве и поститься можно. И так, когда говорил, чтобы не знала левая рука, что делает правая, то говорил не о руках, но о том, что должно тщательно от всех скрываться. На то же самое указывал он, когда повелел входить в избу, а не то, что в ней непременно или преимущественно должно совершать молитву. Подобным образом. И здесь, повелев помазывать голову, не заповедал, чтобы мы непременно намощали себя. Иначе мы все были преступниками данной заповеди. И прежде всех, общество пустынников, которое удаляясь в горы, преимущественно старается соблюдать заповедь о посте. И так, не это заповедал Спаситель. У древних был обычай помазывать себя во время радости и веселья. Так, как это видно из примеров Давида и Даниила. И Христос заповедал помазывать голову не с тем, чтобы мы намеренно делали это, но чтобы тщательно старались скрывать пост. Это стяжание свое. А чтобы ты уверился, что это точно так, Он заповедал заповедь свою и исполнил самым делом. Когда постясь в 40 дней, постясь в тайне, не помазывал головы и не умывал лица, но не делая этого, все совершал без всякого тщеславия. То же самое Он и нам заповедует. Упомянув о лицемерах и представив слушателям две заповеди, Он наименованием этих, то есть наименованием лицемеров, указывает еще на нечто другое. Именно. Он отвращает от лукавого желания не только тем, что дело лицемера достойное смеяния и крайне вредно, но и кем-то, что обман лицемера может скрываться только на некоторое время. В самом деле, лицедей только до то ли кажется блистательным, пока продолжается зрелище. Да и то не для всех. Большая часть зрителей знает, кто он таков и за кого выдает себя. Но когда кончится зрелище, тогда для всех открывается он в том виде, каков есть. Такой же точной участи необходимо подвергается и тщеславные. И если уже здесь, на земле, многим известно, что они не таковы, каковыми кажутся, но только надевают на себя личину, то тем более они изобличаются после, когда перед всеми все будет явлено наго и обнаженно. С другой стороны, спаситель отклоняет своих слушателей от подражания лицемерам и указаниям на легкость предписываемой им заповеди. Он не заповедует долгого поста, не предписывает много поститься, но только предостерегает, чтобы нам не лишиться венца за него. Итак, то, что есть тяжкого в посте, лежит и на нас, и на лицемерах. Ведь и они постятся. А самое легкое дело, то есть трудиться с тем, чтобы не потерять награду, составляет мою заповедь, говорит спаситель. Таким образом, он немало не увеличивает для нас трудов, но только ограждает безопасностью награды, не желает, чтобы мы отходили неувенчанными, подобно лицемерам. Эти последние не хотят поступать, так как поступают подвязающиеся на олимпийских состязаниях, которые в присутствии огромного собрания простого народа и знаменитых лиц стараются угодить только тому, кто увенчивает их за победу. Хотя бы это был человек и низкого состояния. Ты имеешь сугубое побуждение подвязать и побеждать перед очами Господа. Он будет и увенчивать тебя, и он же несравненно выше всех находящихся на позорище мира сего. Между тем, ты объявляешь о своей победе другим, которые не только не могут принять тебе никакой пользы, но и весьма много могут еще и вредить. Здесь это четыре. Впрочем, я и этого не запрещаю, говорит он. Если желаешь показаться людям, то подожди. Я это тебе доставлю во всей полноте и использую для тебя. Теперь это желание твое отлучит тебя от славы моей, так как пренебрежение всем этим существует со мною. Но тогда со всей безопасности насладишься всем. Даже и прежде того, еще здесь. Ты получишь немаловажный плод, презирая человеческую славу. Ты освободишься от тяжкого раболепства людям. Сделаешься искренним другом добродетели. А если наоборот будешь любить людскую славу, то хотя бы удалился и в пустыню. Ты не приобретешь добродетели. Потому именно, что не будешь иметь зрителей. Подумай. Ты обижаешь и самую добродетель, когда исполняешь ее не для нее самой, но для какого-нибудь веревочника, кузнеца и толпы торгашей. Хочешь, чтобы удивились тебе и люди худые, для которых добродетель – стороннее дело. Сзываешь и самых врагов добродетели, чтобы показать им ее как бы на зрелище. Это подобно тому, как если бы кто захотел вести целомудренную жизнь, не по уважению к чистоте целомудренно, чтобы выказать себя перед блудниками. Точно так же и ты не избрал бы добродетели, если бы не имел желания прославиться перед врагами добродетели, между тем, как надлежало бы почтить ее и потому, что ее хвалят и враги ее. Так мы должны почитать ее не ради других, но ради нее самой. И мы сами ставим себе в обиду, когда нас любят не ради нас самих, но ради других. Точно так же рассуждай и о добродетели. Не ради других люби ее. Не для людей повинуйся Богу, но для Бога людям. Если же поступаешь иначе, то хотя, по-видимому, и любишь добродетель, раздражаешь Бога наравне с тем, кто совсем не следует ей. Как этот последний не повинуется Богу, потому что не исполняет добродетели, так и ты приступаешь закон Божий, потому что беззаконно исполняешь ее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. После того, как спаситель излечил болезнь тщеславия по естественному порядку, предлагает слово о нелюбостижании. Подлинно. Ничто столько не заставляет любить богатство, как тщеславие. И толпы служителей, и евнухов, и золотом одетый лошадь, и серебряные столы, и тому подобные весьма смешные вещи, придуманные людьми не для того, чтобы удовлетворить нужде, или чтобы получить удовольствие, но для того, чтобы выказать себя перед другими. Итак, Выше Иисус Христос говорил только о том, что должны быть милосердными. А здесь, словами «не собирайте сокровищ» показывает и то, в какой степени должно быть милосердным. Так как корыстолюбие с чрезвычайной силой господствует над людьми, и потому предложить учение о презрении богатства нельзя было вдруг с самого начала, то спаситель искореняет эту страсть мало-помалу, освобождает от нее постепенно. И таким образом делает учение о нелюбостяжании наконец удобоприемлемым для сердец твоих слушателей. Вот почему прежде всего он говорил «блажены, милостивые», потом «мирись с соперником твоим», затем «и хотящему отнять у тебя верхнюю одежду, отдай и нижнюю», а здесь требует гораздо большего. Там сказал «если увидишь угрожающую тебе ссору, то поступи так, потому что лучше ничего не иметь и быть дальше от ссоры, нежели иметь что-либо и вести вражду. А здесь не упомянув ни об истце, ни об ответчике, ни о другом ком-либо, получает просто презрение имущества, независимо от чего бы то ни было. Он дает эту заповедь не столько для получающего, сколько для подающего милостыню, чтобы, то есть и тогда, как никто нас не обижает и не влечет в судилище, мы презирали богатство и раздавали его бедным». Впрочем, и в настоящем случае он еще не все открыл, хотя в пустыне он и показал чрезвычайные подвиги для добродетеля, нелюбостижания, однако не поставляет их на вид, так как еще не время было открыть это. Теперь он хочет разобрать только обыкновенное помышление человеческое и предлагает свои слова более в качестве советующего, нежели законодателя. «Не скрывайте сокровища себе на земле», говорит и присокупляет, «где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Таким образом, он как самым местом, так и свойством предметов доказывает вред земных сокровищ и достойностям небесных. И здесь не останавливается, но представляет и другое соображение. Во-первых, он побуждает слушателей к добродетели, тем самым, чего они больше всего страшатся. «Счего страшишься ты?» – говорит он. «Уже ли истощится твое богатство, если ты подашь милостыню?» «Нет». «Подавай милостыню». И тогда оно и не истощится. И что удивительнее, оно не только тогда не истощится, но еще получит большое приращение, потому что к нему присоокупятся и благо небесное. Он здесь прямо еще не говорит об этом, но в дальнейшей речи утверждает это. 236. «Теперь предлагая то, что особенно могло убедить слушателей его, то есть что сокровище пребудет у них неистощимым, он, с другой стороны, склоняет их к милосердию. Не говорит, что если подашь милостыню, то сокровище сохранится, но угрожает противным случаям, то есть что если не подашь, то оно погибнет. Подивись неизреченной мудрости, не сказал, что другим его по себе оставишь, что нередко бывает приятно людям. Но к их ужасу показывает, что они и этого не в силах сделать, потому что хотя бы люди богатцу и не причинили ущерба, но всегда будут вредить моль и ржа, хотя казалось бы и легко совладеть с этим вредом, но на самом деле трудно преодолеть или предотвратить его. Что бы ты ни придумал, не можешь предотвратить этого вреда. Почему же? Неужели золото истребляется молью? Если молью не истребляется, то воры крадут. Но неужели всех обкрадывают? Если и не всех, по крайней мере, очень многих. Ввиду этого, спаситель рассматривает богатство и с другой стороны, как я выше упомянул. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, хотя и ничего подобного не случится, но немалое для тебя вред будет заключаться в том, что ты будешь прилеплен к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и гнусных корчемствах. Что может быть бедственнее этого? Такой человек впадает в рабство более тяжкое, чем рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобою, имея ум пригвожденный к богатству, ты не можешь услышать ничего полезного для себя. Но как пес в лаговище, прикованный к заботам о деньгах, крепче цепи, бросаешься ты на всех приходящих к тебе, занимаешься только тем, чтобы для других сохранить лежащие у тебя сокровища. Что может быть бедственнее этого? Ну а так, как мысль эта превышала понятие слушателей, и как вред, так и польза, проистекающая от богатства, для многих не были очевидны, и что в понятии это нужен был ум, довольно проницательный, то Спаситель после предварительного объяснения и сказал, где сокровище человека, там и сердце его. Поясняя то же самое далее, он обращает речь от умственных предметов к чувственным, и говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Смысл слов его таков, не закапывай землю, ни золото, ничего-либо другого тому подобного, потому что сокровища ты собираешь для червя, тли и для воров. Хотя ты сбережешь его от этих истребителей, но не сохранишь своего сердца от порабощения и прилепления ко всему земному, потому что где будет сокровище твое, там будет и сердце твое. Напротив, если будет твое сокровище на небе, то не только имеешь ту выгоду, что сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном, так как очевидно, что ты туда же переносишь и ум свой, куда положишь свое сокровище. Наоборот, когда ты положишь свое сокровище на земле, то будешь испытывать совершенно противное. Если же сказанное кажется тебе неясным, то выслушай следующее. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Таким образом, спаситель обращает свое слово к наглядным примерам. Так как он упомянул о порабощении, пленении ума, а это для многих было неудобно понятно, то он свое учение прилагает к предметам внешним и перед очами, находящимися, чтобы по ним могли уразуметь и то, чему подвергается ум. Как бы так, говорил спаситель, если не знаешь, что значит повреждение, случающееся с умом, то научись этому из рассмотрения вещей телесных. Что значит глаз для тела, то самое и ум для души. Конечно, ты никогда бы не захотел носить золото, облекаться в шелковой одежде и вместе быть слепым, но здравие отчей предпочел бы всей такой пышности, ведь если лишишься зрения, то никакой не будет для тебя приятности в жизни. Но как при слепоте отчей и прочие члены не пользуются боли и светом, очень ослабевают свои деятельности, так равны и по растлению ума жизнь твоя исполнится бесчисленных зол. Поэтому, как касательно тела, мы наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, так и касательно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. «Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочим способностям, то чем смотреть будем? Загради источник и суши ширеку». Подобным образом, кто помрачает ум, тот приводит в беспорядок все действия его в настоящей жизни. Потому спаситель и говорит, «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Когда кормчей сделается добычей волн, когда светильник угаснет, когда вождь будет пленен, тогда какая уже надежда останется для подчиненных?» 237. «Потому теперь уже, не упоминая о наветах, ссорах и тяжбах, возникающих из-за богатства, на них он указал выше, когда сказал, «Когда идешь соперником твоим к судье, то тот предаст тебя слугам, поставляет здесь на вид неизбежное и более тяжелое, отклоняяя таким образом от злой страсти корыстолюбия. Поработить ум этой болезни гораздо тяжелее, нежели быть вергнутым в темницу. Притом последнее не всегда случается, а то непременно следует за привязанностью к богатству». Потому-то Христос уже после того зла упомянул об этом зле, как тягчайшем и непременно случающемся. Бог, говорит, он даровал нам ум для того, чтобы мы рассеивали мрак, неведение, имели правильное понятие о вещах и, пользуясь им как орудием и светом, против всего скорбного и вредного, пребывали в безопасности. А мы этот драгоценный дар промениваем на лишние и бесполезные вещи. Что пользу в боине, украшенном золотом, когда военачальник пленен? Какая выгода в украшенном корабле, когда кормчат сделаются добычей волн? Что пользу в стройном теле, когда глаза будут лишены зрения? Если бы кто врача, который должен быть здоровым, чтобы лечить болезни других, поверкшив в болезнь, положил в позолоченое хромение на серебряную кровать, то из этого какая польза вышла бы для больных? Так и ты. Если повредишь ум, могущий обуздывать страсти, и привяжешь его к сокровищу, то не только не получишь никакой пользы, но напротив много потеряешь и нанесешь своей душе великий вред. Видишь ли, как спаситель тем самым, чем люди больше всего побуждаются к пороку, отвлекает их от последнего и приводит к добродетели. Для чего желаешь богатства, говорит он? Не для того ли, чтобы веселиться и роскошествовать? Но этого-то ты и не получишь, а встретишь совсем противное. Если лишенные глаз мы по причине этого несчастья не наслаждаемся никакими удовольствиями, то тем более должны ощущать то же по развращении и оскреплении ума. Для чего ты закапаешь землю в свои сокровища? Для того ли, чтобы безопаснее сохранить их? Но и здесь испытаешь совершенно противное. Таким образом, как постящегося подающего милостыни и молящегося из одного тщеславия он тем самым удержал от тщеславия, чем особенно не побуждается к этому пороку. Для чего ты так молишь и подаешь милостыни, говорит он? Не для того ли, чтобы получить от людей славу? Но не молись с таким намерением и тогда получишь ее в последний день. Так точно и серебролюбца он отвлекает от привязанности к богатству тем самым, о чем он преимущественно заботится. Чего желаешь ты, говорит он? Того ли, чтобы сохранить свое богатство и наслаждаться удовольствием? Все это доставлю тебе с великим избытком, если положишь золото там, где я тебе повелеваю. Хотя повреждение ума, происходящее от пристрастия к богатству, спаситель яснейшим образом раскрыл уже впоследствии. Именно тогда, когда упомянул о тернии, тем не менее здесь достаточно указал на него, когда объятно этого безумной страстью корыстолюбие назвал помраченным. И как находящиеся во тьме ничего не могут ясно разобрать, и когда увидят веревку, думают, что это змея, и когда увидят горы и дебри, умирают от страха, так и корыстолюбцы после своей подозрительности страшатся того, что для других кажется не страшным. Они страшатся бедности, или справедливые, и страшатся не только бедности, но и всякого маловажного убытка, если потерпят какой-либо малый ущерб, то печалятся и сокрушаются гораздо более, нежели те, которые не имеют даже необходимой пищи. Многие из богачей, не снеся такого несчастья, даже удавились. Равным образом обиды и насилие для них кажутся столь несносными, что и от них многие лишили себя жизни. Богатство, кроме служения себе самому, делает их ко всему прочему неспособными. Когда оно заставляет их служить себе, тогда они решаются и на смерть, и на раны, и на всякое постыдное дело. Это составляет самое крайнее несчастье. Где надо бы наиметь терпение, там они слабее всех, а где бы надлежало им быть осторожными, там они бывают чрезвычайно бесстыдны и наглы. Подлинно с ними происходит то же самое, что и с тем, кто все свое имущество расточил на ненужные вещи. Таковой неблагоразумно расточивший все свои стяжания, когда настаёт время для нужных издержек, ничего не имея, претерпевает тягчайшее бедствие. 239. Подобно тому, как актёры, изучив свои предосудительные искусства, когда показывают их, переносят много страшного и опасного, а в других полезных и необходимых делах оказывается всех смешнее. Так точно и корыстолюбцы. Как те, ходя по протянутой верёшке, показывают на ней большое присутствие духа, а когда какое-нибудь важное дело потребует от них отваги и мужества, то и придумать не могут, как на то решиться. Так точно и богатые для денег на всё решаются, а для любомудрия не могут отважиться решительно ни на что. И как те занимаются и опасным и бесполезным делом, так и эти переносят множество опасностей и трудностей, но ничего полезного в конце концов не достигают и покрываются субуговой тьмою. И от развращения ума своего слепотствуют и от несбыточности своей предприятий поворачаются великой тьмою. Почему и не могут смотреть свободно? Находящийся только во мраке при появлении солнца освобождается от тьмы. Лишённый же зрения даже и при появлении солнца не видит. То же самое претерпевает и богатая. Даже и тогда, когда солнце правда осеевает и наставляет их, они не чувствуют, потому что богатство ослепило их очи. Почему их страждут сугубо и слепотою и сами от себя, и от того, что они внимают учителю. Итак, будем тщательно внимать ему, чтобы хотя и поздно прозреть. А как можно прозреть? Ты прозришь, если познаешь, как ты стал слеп. Как ты стал слеп? От злого вожделения. Страсть к деньгам, подобно вредоносной мокроте, покрывшей чистый зрачок глаза, навлекла на тебя густое облако. Но это облако можно удобно и разогнать, и рассеять, если примем луч Христового учения, если будем внимать его наставления и, словом, не скрывайте себе сокровища на земле. Что мне польза от слушания, скажешь ты, когда вожделение обдержит меня? Но непрестанным слушаем, наконец, может быть истреблено и самое вожделение. Если же будешь еще обдержимым, то представь, что вожделение не вожделено. В самом деле, какое тут вожделение, когда ты подвержен жесточайшему рабству и мучительству, отовсюду связан, пребываешь во тьме, исполнен всякого смятения, переносишь бесполезные труды, бережешь богатство для других, а часто и для врагов. Вожделенно ли это сколько-нибудь? Не следует ли наоборот убегать и удаляться от этого? Что за вожделение полагать свое сокровище среди татий? Если ты непременно желаешь богатства, то перенеси его туда, где оно может оставаться в безопасности и целости. А как ты теперь поступаешь? Поступать так свойственно не богатству желающему, но рабство, напасть и убытка и непрестанной скорби. Если бы какой-нибудь человек указал тебе на земле безопасное место для сохранения твоего богатства, то хотя бы он завел тебя и в самую пустыню, ты не поленился бы и не замедлил, но с полной доверенностью положил бы там свое имущество. Когда же вместо людей это обещает тебе бог и предлагает не пустыню, а небо, ты принимаешь совсем противное. и это несмотря на то, что хотя бы и совершенно было в безопасности здесь твое имение, ты никогда не можешь быть свободен от беспокойства. Пусть ты его не потеряешь, но беспокоиться о нем никогда не перестанешь. Напротив, полагая сокровища на небе, ты не испытаешь ничего такого. И что всего важнее, тогда ты не закапываешь, а насаждаешь свое золото. Тогда оно вместе бывает тебе и сокровищем, и семенем, или и того, и другого лучше. Семень остается навсегда, а то всегда пребывает. Опять, здесь не сокровище не прозябает, а то приносит тебе нетленные плоды. Если же ты будешь ссылаться на продолжительность времени и отдаленность воздаяния, то и я могу тебе показать, сколько и здесь ты получишь в пользу, а сверх того и самыми житейскими обстоятельствами постараюсь тебя убедить, что ты напрасно представляешь такие отговорки. 241 Ты в настоящей жизни заготовляешь много такого, чем сам никогда не думаешь пользоваться. Если кто тебя в этом будет обвинять, ты указы на детей и внуков думаешь найти достаточное утешение в излишних трудах своих. Когда ты, находясь в самой глубокой старости, строишь великолепные домы, прежде окончания которых ты, может быть, умрешь. Когда насаждаешь деревья, которые принесут плод спустя много лет. Когда насаждаешь в поле даже такие дерева, от которых произойдет плод разве лет через сто. Когда покупаешь имение и наследство, которыми будешь владеть спустя много времени. Когда ты заботишься о многом таком, чем никогда не будешь пользоваться. То все это для себя ли ты делаешь или для потомков. Итак, не если это признак крайнего безумия, когда ты касательно земных благ не смущаешься продолжительностью времени, и даже по причине этой продолжительности подвергаешься опасности лишиться всей награды за труды, а касательно небесных благ унываешь по причине замедления, тогда как это замедление приносит тебе больше пользы и не другим доставляет ожидаемое тобой благо, но все дары сохраняет для тебя, да при том это медленность и непродолжительна, дело наше при вратах судилище, мы не знаем, может быть уже в наше время все окончится и наступит этот страшный день, и его грозное и нелицеприятное судилище, в самом деле очень многие знамения уже совершались, и Евангелие проповедано по всей вселенной, и брани, землетрясения, и голод сбылись, и невелик вот это самое есть величайшее знамение, так и бывшие во времена Ноя не видели начала всегубительства, и страшное наказание постигло их в то время, как они играли, ели, женились, и делали все обычное, подобным образом жители Содома среди увеселений, немало не предугадывая, что с ними имело случиться, пожраны неспадшим пламенем, и так все это представляя постараемся приготовить самих себя к отшествию отсюда, пусть день всеобщей кончины еще не настал, но конец каждого и старца, и юноши уже находятся при дверях, и уже нельзя отсюда отшедшим купить Елея или получить прощение, хотя бы Авраам молился, хотя бы Ной, хотя бы Иов, хотя бы Даниил, и так пока имеем время предуготовить себе и дерзновение перед Богом, запасем Елея в изобилии, перенесем все на небо, чтобы нам в свое время, и когда особенно будем иметь нужду всем этим насладиться, благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.